Зачем нужно реконструировать немцев? Есть такая одна шутка, очень хорошая, которую все мы повторяем. Красная армия без вермахта, это все равно что брачная ночь без невесты. Поэтому, как рассказывать о Великой Отечественной войне, если мы не будем показывать противника? Что это за армия была? Как она строилась? Как вообще происходили боевые действия именно с этим противником? Поэтому, если мы будем показывать только одностороннюю, представлять информацию только о Красной армии, это будет немножко неправильно. Поэтому нужно всегда показать, с кем воевал. Естественно, части вермахта, точнее, не только немецкие части воевали на территории СССР. Это также были еще и другие формирования, скажем так, итальянцы, румыны, венгры и прочие. Они тоже были. И сейчас, скажем так, реконструкторы в большинстве СССР еще и показывают сателлитов. Но самое главное, это, естественно, германские части, вермахт, которые были здесь, вообще на всей территории России, где происходили боевые действия. Также еще не стоит забывать, что бои, например, на тот период армия Германии, это одна из самых хорошо подготовленных, хорошо вооруженных, армия, которая завоевала всю Европу. И вот теперь она пришла в СССР завоевать нашу страну. И показывать ее тоже нужно как бы правильно, достойно, потому что тогда мы немножко уничижаем подвиг нашего народа, который, собственно, выставил, показал, вот именно в 41-м году, показал, что немецкую армию можно, не только можно просто воевать, получая какие-то локальные победы, но можно остановить продвижение, собственно, пойти в контрнаступление и отбрасывать. Хотя это еще показывали сначала с самых первых боевых действий. Это Брест, естественно, это потом дальше контрнаступление Красной армии в августе месяце, собственно, когда многие части получили звание гвардейской части, опять же. И поэтому показывать нужно именно хорошо, правильно, не карикатурно, как обычно там показывают, закатанные рукава, там пьяные вечно, там рогатые каски все с пистолетовыми пулеметами. Нет, это, собственно, с губной гармошкой, и все, их уходят, собственно, воруют куриц, гусей. А с гусей подкатать рукава? Да-да-да, чтобы было больше похоже на карикатурного нормального немца. А в реальности закатывали рукава, кстати, раз уже заговорили об этом? Естественно, потому что вся униформа Германии на тот период была сделана из тонкого сукна цвета фельдграу, и, естественно, в летом, в летний период в ней достаточно жарко. И поэтому, чтобы не получить теплового удара, разрешалось солдатам расстегивать верхние пуговицы и, собственно, закатывать рукава. Естественно, в боевой обстановке солдат так и не контролировали, что они носят, как они носят. У них была, в принципе, вся доктрина строилась так, чтобы солдату было удобно в боевых действиях. Единственное, что было в обязательном порядке должно быть на солдате во время ведения боевых действий, вообще в зоне боевой активности, это стальной шлем. Это в обязательном порядке. Если солдат получал какое-либо ранение, скажем так, ну или погибал, и на нем не было стального шлема, то он мог не получить соответствующие выплаты, точнее, ни его родственники, ни его близкие не получали выплат, соответственно, и не получал никаких наград за это полученное ранение. А как вообще внутри движения реконструкторов реконструировать именно немцев? Это непочетно, это кому-то нравится, это какое-то небольшое ответвление? Как это происходит? Если реконструктор говорит, я хочу быть немцем, или все русские, но кто-то по жребию иногда становится немцем, как это происходит? Скажем так, как и в любом социуме, а реконструкторы это те же самые обычные люди, у кого-то есть какие-то предпочтения, кто-то любит определенный вид музыки, кто-то любит определенный вид питания, кто-то любит определенный вид одежды. То же самое у реконструкторов. Каждый приходит в наше движение, скажем так, со своими какими-то предпочтениями, понятиями, мировоззрением и все прочее. Кто-то сразу начинает с реконструкции, скажем так, вермахта противника, кто-то начинает, например, с реконструкции Красной Армии. Но в последующем, для того, чтобы как-то иногда там, скажем так, больше вникнуть вообще во все процессы исторические, ну да, скажем так, некоторые имеют у нас несколько комплектов. Кто-то там и Красная армия, кто-то и Вермахт, потом начинается еще больше, 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 больше. Допустим, у нас в клубе есть люди, которые собраны там на союзников наших, которые собраны на Красную армию, на Вермахт, на финнов, на румын еще собирают сейчас, итальянцев. Поэтому тут такого нету, кто-то вытягивает, выбирает что-то такого, в принципе нет. Часто наш клуб, наше объединение участвует еще в съемках фильмов, поэтому многие тоже там смотрят, постоянно кто-то снимается и тоже обычно нужен противник. Начинают собирать себе комплект, также на Вермахт, скажем так, на СС, неважно какое там подразделение, начинают собирать и в принципе получается так, что чем больше ты имеешь комплектов, тем ты иногда бываешь более, скажем так, востребованный. И то же самое бывает, когда мы организовываем мероприятия, могут приехать, допустим, много подразделений Красной армии, которые реконструируют, и тогда уже, собственно, мы можем своему клубу всему сказать, типа, приезжайте немцами. Ну, кто-то, кто-то сам жребий. Ну, типа жребия, да. Кого не хватает, кого не хватает. Кто в обороне, кто на вступлении, кого больше надо, поэтому того мы больше одеваем. Ну, и плюс ко всему, бывает, приходят люди, которые хотят попробовать, кто-то там приводит своих друзей, тоже там интересно кому. Ну, у тебя комплект есть, одевай такой комплект, займу, одевай свой комплект, и все. А есть какая-то система фильтрации людей, ведь, ну, бывает же такое, что приходят откровенные психи, которые, например, фанаты Третьего Рейха, у которых прическа, маленькие усики, таких, наверное, видно, таких много, чем в интернете, которые фанатеют, вот я лично встречаю в комментариях, к вам такие приходили, вы берете в клуб или есть какое-то вот отсеивание? У нас сразу все изначально, общение происходит через руководителей клуба, либо направления. Обращаются к нам, дальше мы проводим определенную, скажем так, общение с человеком, чтобы узнать там, кто он, как он, что он и зачем. Бывает, конечно, там обращаются, типа, вот фашисты, там немцы, интересно, вот хочу быть, там, вообще вести себя немцем. Тогда стараешься как-то там постепенно сводить беседу на нет и, в принципе, не общаться. А так, если человек захотел и нормально, адекватно строит беседу, и он понимает, зачем он хочет этим заниматься, для чего ему это нужно, тогда, естественно, ничем не ограничиваем. Он приходит в клуб, начинает полностью собирать себе комплект, ну и, собственно, потом выходит в поле. Собирать комплект, терминология, очень интересно, что это значит вообще? Это вот какая-то базовая, да, базовый термин в движении конструкции, да, в вашем статусе. Собрать комплект, это вот, это что? Сбор комплекта для реконструктора, в принципе, любого направления, это зачастую непрекращающийся момент, потому что тоже у каждого есть свои потребности, но есть определенный минимум, который обязательный в реконструкторской деятельности, то есть в движении, вообще в хобби, нужно собрать комплект тех вещей необходимых, которые были у солдат определенной армии в определенное время, соответственно. Поэтому это должно быть униформа, снаряжение, ну и плюс какие-то там личные вещи, ну и плюс оружие СХП, стреляющие хвостыми патронами, которое тоже должно быть у каждого свое. Это у нас такой принцип в клубе, желательно, чтобы ни у кого... Оружения у кого-то нет, девчонки. Нет, такого нет, у каждой вещи должен быть свой хозяин. Естественно, собрав там, допустим, минимальный комплект, тот начинает собирать что-то еще, 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 потому что форма как Красной армии, так вермахтов, в принципе, она менялась на протяжении всей войны. Вводились какие-то новые, вводились всякие упрощения, замена каких-то устаревших вещей, поэтому, допустим, солдат Красной армии вермахта периода 1941 года, он разительно отличается от солдата Красной армии вермахта уже позднего периода, там, 1943-1944 год. Поэтому сбор комплектов, он происходит всегда, постоянно, практически никогда не останавливается. Есть, конечно, те, которые собрали минимум, и им довольствуется. Но, опять же, кто для чего пришел в реконструкцию. Кто-то пришел получить там определенный драйв, кто-то пришел для того, чтобы понять и осознать вообще процессы, которые происходили во время войны, в принципе, для кого-то это такой активный отдых, общение. Побегать, пострелять. Побегать, пострелять, да. Ну, конечно, это все зависит от того, опять же, какой клуб, как подходит к реконструкции. Есть клубы, которые просто, типа, собрались, ездят как друзья друг с другом, пришли, повоевали, вроде там, послушали, выполнили команды, и все хорошо. Есть, которые досконально изучают все. Соответственно, и в лагере, и на поле ведут себя, в соответствии с уставами, всеми точностями, постараясь выполнять все, как было тогда. Поэтому идет изучение уставов, идет изучение личных вещей, то, что с тобой носилось, как действовали, как, собственно, происходило вообще все на поле. Собрать комплекции на вопросы. Все будет зависеть, как бы, от возможности человека и возможности клуба, в который он вступает. Либо он закупает все с нуля сам, где-то там на сайтах мы там обычно рекомендуем каких-то определенных производителей, которых уже знаем, с которыми работаем, либо у кого-то что-то там, руки золотые, скажем так, может что-то при определенной постановленной задаче, скажем, он может себе сделать что-то сам. Цена разная, как бы сказать, что это будет стоить вот столько-то, это будет некорректно. Ну, примерно где-то все ложится в сумму около 100 тысяч. Где вообще достается форма? Ну, я скажу так. Есть оригинальная немецкая, она где-то лежит на складах, или это все шьется? И из какого материала? Где достается материал? Вот это вот. Вообще у нас, как бы, вот наш клуб, батальон, с самого начала момента его создания хотел достичь, как вот обычно мы общались с клубами, с хорошими, с которыми мы брали пример, которые нам помогали, самостоятельности. То есть должны быть свои определенные, ну, они в последующем появляются, клуб развивается, свои производители определенные. Поэтому на складах, естественно, ну, как бы носить историческую униформу, если нету какой-то адекватной замены, то это, ну, считается немножко неправильным. Сейчас есть много очень фирм, которые производят именно комплекты, отшивают. Есть крупные фирмы, как из-за рубежа, так и у нас, магазины, которые полностью, в принципе, могут пошить все, что ты захочешь. А ткань того времени? Нет, ткань того времени не используется. Конечно, некоторые стараются себе подбирать еще и ткань похожую. Как бы и мы сами при изготовлении каких-либо определенных предметов комплекта стараемся максимально что-то похожее использовать. Ну, естественно, меняются и современные ТУ для ткани, и ГОСТы меняются те же самые. Поэтому стараемся найти либо похожую ткань, либо, ну, что-то максимально такое приближенное. Есть фирмы, которые способны закупить, ну, и магазины, там, и ателье различные, которые способны закупить себе большую партию, там, сукна, ну, там, с материи, определенного цвета покрашено, там, большие рулоны, и из нее уже отшивают. То есть это тоже бизнес, да? Кто-то на этом тоже зарабатывает. Есть вот, есть клубы, а есть вокруг клубов еще инфраструктура, которая помогает шить, помогает охалащивать, там, стволы. Есть люди, которые занимаются поисковики, которые в том числе снабжают какими-то вот штуками копанами. Это же прям целая история. Вокруг реконструкторов зачастую крутится очень много всяких таких людей, которые помогают в сборе. Это бывает целенаправленная работа человека, либо это такое второстепенное хобби, которое помогает ему также себя реализовать, как реконструкторов. А лично вы когда занялись реконструкцией? Ну, скажем так, все это шло очень достаточно давно. Еще, скажем, в детстве, в раннем возрасте, когда мы жили в Эстонии, начали находить в определенных местах, скажем так, следы войны. Находили там жавые каски, патроны, там, пулеметные ленты, все прочее. Ну, естественно, это такой интерес. Смотрели традиционные фильмы про Великой Отечественную войну, играли в войнушку, все нормально. Дальше, естественно, каждый человек это перерастает. Когда же стал жить уже в Калужской области, был очень хороший директор школы у меня одной, Степченков Виктор Васильевич. Очень хорошо он преподавал историю. Ну, и плюс ко всему, он был одним из самых старых поисковиков, которые зарождали практически поисковое движение. Плюс увлечение военно-исторической миниатюрой. Клеил солдатиков, красил их там. Он, естественно, уже тогда понимал, в чем разница. Было очень хорошее описание. У некоторых комплектов, которые выпускали наша фирма «Звезда», было очень хорошее описание по униформе и всему прочему. Поэтому, когда уже перешел в поисковую деятельность, уже знал, как, где, что. И поэтому, когда находили какие-то там либо останки наших солдат, либо солдат вермахта, уже, в принципе, строилась общая картина и понимание, что тут происходило. В дальнейшем по телевидению увидел, что есть люди, которые занимаются реконструкцией. Была передача про реконструкторов, про московский клуб РКК. Потом попал мне в руки журнал по ретро-технике. Сейчас точно не помню. Либо игрушки для больших, то ли игрушки для взрослых. И была статья, как главный редактор, соответственно, поехали на Туманный Альбион, в один фестиваль ретро-технике, они там находились в форме. И увидел, как, в принципе, происходит фестиваль. Поэтому просто написал письмо главному редактору, Илья Сорокин, он мне ответил, дал все необходимые контакты. Ну и дальше я уже стал знакомиться, общаться с другими клубами, приезжать, смотреть, собственно, как происходят реконструкции. Поэтому в первый раз я был на реконструкции, посвященной 1812 году. Это был 2002 год на Бородино. Ну и как бы там уже познакомились, потом уже стали общаться постепенно. И потом уже, когда сходил в армию, вернулся из армии в 2004 году, опять созвонились, познакомились еще с большим количеством людей, встретились и мне сказали уже, в принципе, зачем тебе быть как бы в каком-то клубе. Если у тебя есть потенциал, ты считаешь, что у тебя есть возможность, то делай свой клуб. И поэтому вот в 2005 году был образован клуб «Батальон». Сначала он состоял только из друзей. Это было у нас примерно 4-5 человек. Дальше там приходили еще друзья, еще друзья. Потом уже, проводя различные мероприятия на территории музея и при участии музея нашего Калужского, Кровеческого тогда еще музея, стали приходить дополнительные люди. И потом, скажем так, нам стали обращаться с других городов. Типа, можно к вам вступить. И было принято решение создать уже союз военно-исторических клубов «Батальон», куда входили и сейчас до сих пор входят большое количество людей, в том числе и из Москвы, Воронежа, Мценска. В общем, много в наше объединение входит. Сейчас, например, в клубе «Батальон» только в Калужском нашем объединении там больше практически уже 60 человек. Кто-то занимается периодом наполеоники только, кто-то занимается периодом Первой мировой войны, кто-то занимается периодом Великой Отечественной войны, ну и Второй мировой в целом. Кто-то сейчас еще и Афган тоже начали заниматься. Есть те, кто занимается всем. Кому интересно, кто там горит, им нравится, в принципе, все это движение. Поэтому клуб уже приходит семьями зачастую. Бывает, приходит ребенок, за ним подтягивается мама, потом туда приходит и папа. Бывает наоборот, приходит мама, за ним приходит папа, потом приходит, собственно, и детей уже с собой возят. И вот тоже самое был вопрос по цене комплекта. В принципе, в нашем клубе собираются школьники, студенты, спокойно, нормально, никак это там по карману сильно не бьет. И мы стараемся поддерживать. Бывают, проводятся различные платные мероприятия. И поэтому берем их, когда они только начинают собираться, берем на эти мероприятия, и получается, что они могут даже сами заработать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!